Добрый день, друзья! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня мы с вами приготовим очень вкусную выпечку из просто нежнейшего дрожжевого теста. Это будут рулеты с начинкой из творога и мака. Для приготовления теста нам понадобится 480 грамм муки, 110 грамм сахара, 200 грамм молока, 1 треть чайной ложки соли, 1 яйцо, 25 грамм свежих прессованных дрожжей, 45 грамм сливочного масла и 50 грамм сметаны. Так как я использую свежие дрожжи, буду готовить тесто опарным способом. Для начала молоко нагреваю до теплого, но не горячего состояния. Отправляю к нему дрожжи, половину столовой ложки сахара и муку до такого состояния, чтобы в итоге получилась консистенция жидкой сметаны. Мука заранее просеянная, сахар и муку берем из общего количества. Перемешиваем и оставляем опару подходить в теплом месте без сквозняков минут на 20. Она должна увеличиться примерно в 2,5 раза. Тем временем в чашу отправляем оставшийся сахар, соль, слегка подтопленное сливочное масло, сметану, яйцо и все хорошо перемешиваем до однородности. Все продукты используйте не холодные, комнатной температуры. Возвращаемся к опаре. Я немножко отвлеклась и моя опара чуть не убежала из стакана. Все-таки свежие дрожжи, они очень активны и с ними тесто подходит намного быстрее. Итак, опару подошедшую отправляем ко всем жидким ингредиентам. Посмотрите, какая она получается воздушная, пышная, вся пронизана пузырьками воздуха. И еще раз все перемешиваем до однородности. Далее начинаем частями добавлять оставшуюся просеянную муку и замешивать тесто. Сначала это удобно делать прямо в чаше с помощью венчика или ложки, а затем уже переходить на рабочую поверхность и вымешивать руками. Можете замесить тесто в хлебопечке, в планетарном миксере, как вам удобно. Главное, это тесто нужно очень хорошо вымешать, примерно 8-10 минут. У меня уходит примерно 480 грамм муки, вам может понадобиться чуть больше или чуть меньше, смотрите на консистенцию, главное не забивайте тесто мукой. Оно должно получиться очень мягким, эластичным и немножко липковатым. Чем дольше вы будете вымешивать тесто, тем меньше оно будет липнуть без добавления дополнительной муки, а за счет развития клейковины. Тесто укладываем в чашу, затягиваем пленочкой и оставляем для брожения. Я ставлю духовку выключенную, рядом стакан с кипятком, духовку закрываю. Бродит тесто примерно полтора часа, оно должно увеличиться минимум в 2,5 раза. А мы тем временем подготовим начинки для рулетов. Здесь у меня 360 грамм творога, я использую 9%. Берите более мягкий, не крупинчатый, 1 белок, желток понадобится чуть позже для смазывания, 50 грамм сахара, небольшая щепоточка соли для баланса вкуса и ванильная паста, либо ванильный сахар для аромата. Все это необходимо перемешать до однородности, используйте либо венчик, либо вилку, не блендер, иначе масса станет очень жидкой. Готовую творожную начинку перекладываем в кондитерский мешок для того, чтобы в дальнейшем ее было удобнее отсаживать, но в принципе это не обязательно, можно и ложкой выложить. Далее маковая начинка, я использую уже готовую, покупаю ее в магазинах для кондитеров, но у меня на канале есть очень подробный рецепт приготовления маковой начинки в домашних условиях, ссылочку на этот рецепт я оставлю в описании. На один рулет уходит примерно 250-300 грамм готовой маковой начинки. Возвращаемся к тесту. У меня прошло полтора часа, тесто прекрасно подошло, посмотрите какое оно пористое и волокнистое. Кстати, если у вас будет время и возможность, в середине, примерно через 45 минут от начала расстойки, можно тесто немножко растянуть и оставить на вторую расстойку. Итак, тесто немножечко обминаем, делим на две равные части, можно воспользоваться весами, можно на глаз. Одну часть убираем под пленочку, чтобы она не заветривалась, а вторую часть раскатываем в прямоугольник. Толщина теста должна получиться примерно пол сантиметра. По длинному краю получившегося прямоугольника теста отсаживаем половину творожной начинки. Я ее сразу же делю на весах на две равные части. Далее на свободную часть теста выкладываем маковую начинку, как я уже сказала, примерно 250-300 грамм. Распределяем равномерным слоем и формируем рулет. Сначала я вот так подтягиваю тесто и защипываю его по краям вокруг творожной начинки, после чего осторожненько сворачиваю рулет. Затем беру кусочек силиконизированной бумаги для выпечки и осторожненько перекатываю рулет на бумагу швом вниз. Постарайтесь, чтобы по всей длине рулеты были примерно одной толщины и таким образом формирую два рулета. Пищевую пленку я слегка присыпаю мукой, чтобы она не прилипла к тесту. Накрываю рулеты пленкой и оставляю для расстойки примерно минут на 30. Рулеты должны хорошо подойти перед выпечкой. Из указанного количества ингредиентов получается два достаточно больших рулета. Можно сделать три рулета поменьше, либо уменьшить количество всех ингредиентов в два раза и приготовить на пробу один рулет. Итак, когда рулеты подошли, оставшийся желток смешиваем с одной столовой ложкой молока. Осторожненько кисточкой смазываем рулеты сверху, потому что они подошли очень нежные, очень воздушные. Сверху, по желанию, можно присыпать маком, но это не обязательно. И отправляем выпекаться. 170-180 градусов температура в духовке. Режим вверх-вниз без конвекции. Выпекаем до красивого румяного цвета. Вот такие красавчики у меня получились в итоге. Вы не представляете, насколько они нежные, насколько воздушные. Даем немножко остыть. Вот так рулет выглядит еще в теплом виде. Я с большим трудом его разрезала, потому что начинка еще очень-очень нежная. А вот так он выглядит уже в остывшем виде. Начинка более стабильная. И поверьте, это очень вкусно. Обязательно пробуйте. Ну а я, как всегда, желаю вам удачи на кухне. Не бойтесь экспериментировать. Скоро увидимся!